Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Мы продолжаем для вас вещать уже второй Best of 3 матч на сегодня. Это противостояние коллективов Акума и команды Гронт, которые буквально вчера сразились лицом к лицу с грандами мировой сцены Counter-Strike, соответственно, против команды Gambit и против команды Na'Vi. Как вы успели понять, они пали в сетку 0-1, значит и команда Акума, и команда Гронт свои матчи, своим потенциальным фаворитам проиграли. И давайте поговорим немножко о ретроспективе тех матчей. Команда Акума проиграла, но с борьбой коллективу Gambit. Все мы помним тот мираж, 50 плюс фрагов от Sensei, шикарная индивидуальная форма. Вторая карта, конечно, задалась гораздо проще, потому что там была домашняя карта Gambit от Vertigo. Ну и Гронт, по сути, без шансов проиграли команде Na'Vi также на двух картах, и вот они теперь сразятся лицом к лицу. По вашему мнению, есть ли здесь номинальный фаворит или же все-таки команда относительно равная? Определенно есть явный фаворит. Это ребята из команды Акума. Огромный, огромный фаворит для меня лично. Я считаю, что здесь 2-0 за этими ребятами, потому что, ну, хоть мы и видели, к сожалению, 0-2 от одного и другого коллектива, но мы видели по вчерашнему, по ходу игры, так получилось, что я комментировал и одну команду, и другую вчера, и с Gambit'ами, и с Na'Vi, и просто нужно сказать о том, что ребята намного сильнее, чем команда Гронт. Ну, можно сказать, ладно, не на голову, не так, как это было в прошлых противостояниях, но именно в данном противостоянии я считаю, что у команды Гронт здесь нет каких-то больших шансов в рамках этого Best of 3 противостояния. Жень, твое мнение насчет. Что-то как-то прям... Что-то, по-моему, Саша прям, знаешь, с плеча рубанул. Да, а дело в том, что если ты ожидаешь от меня что-то другое, то этого не будет, потому что я с ним согласен прям один к одному, я сейчас просто стою грустно, и я, ну, люблю затирать какие-то темы, вот, противоаналитические, да, когда там два лагеря у нас, но нет, здесь два лагеря не будет, Акома здесь фавориты, во-первых, да, во-вторых, скорее всего, 2-0, может быть, и с борьбой, но 2-0. Я не уверен, что Гронт способен Акому побеждать, прям я не уверен, потому что Акома себя показали как команда, которая, она вот где-то здесь и начинает, но дело в том, что их потенциальная сила сильно выше, чем они начинают, а команда Гронт, ну, ровно на том месте, где, собственно, она, по большому счету, и должна быть. Ну, давайте тогда затронем игровые их аспекты, мы все-таки разделяем мнение, что команда Акома сильнее, якобы, команды Гронт, но в чем они сильнее? Они сильнее в плане стрельбы или и тактически, и в стрельбе, и в других компонентах? Нет, я не скажу насчет стрельбы, потому что это один из основных навыков, наверное, профессиональных игроков Counter-Strike, стреляют практически всегда все, практически всегда все очень хорошо, или даже очень-очень хорошо, даже те, кто делают абсолютно глупейшие просто раунды в этой жизни, стреляют просто как боги. Я видел таких игроков, то есть они не умеют ни тактически играть, я про игроков профессиональных, ни стратегически, не умеют ни черта, но стреляют как боги. И они даже, бывает, так выигрывают игры, бывает, даже выигрывают раунды, игры, и вообще целые серии так. Стрелять не проблема, думать проблема. Думать хорошо – большая проблема. И это большой талант и большая разница между конкретно классами игроков буквально. У Акума здесь поинтересней, я полагаю. Резюмируя ваше мнение, я могу, получается, аргументировать, что команда Акума гораздо более насыщена изнутри команды в тактическом плане, чем команда Гронт, и они переиграют, вы говорите, 2-0. Но, честно говоря, я не особо разделяю точку мнения наших аналитиков, но меня особо никто не спрашивал, но так или иначе, я все-таки склонен быть убежденным в том, что команда Гронт действительно очень хорошая команда с точки зрения коллективных решений, и более того, парни очень много проводят время на буткемпы. Это ли не повод задуматься, что у команды Акума все равно будут проблемы на трех картах, а не на двух? Никто не отмечает… Нет, проблемы будут. Продолжай. Никто не отметает того фактора, что Гронт – хорошая команда. Да, действительно так и есть. Но против команды Акума, ну, слишком парни хороши. В целом, вот Женя правильную мысль сказал. Я помню, когда я тоже начинал свои, скажем так, не совсем удачные попытки в киберспортивной составляющей, Контр-Страйк, и мы с ребятами достаточно много собирались, и опять же, там ездили на различные ланы и на все-все-все. В целом, была одна идея, была одна идеология, то, что не особо решает стрельба, решает именно мозги в Контр-Страйке. И если действительно сравнивать, например, команду вчера, команду Акума против команду Гамбит, не могу сказать, что огромная проблема у команды Акума была по стрельбе. Вот здесь. Это опыт, и это как раз-таки, конечно же, уровень Контр-Страйка. Это приходит все со временем, это приходит с улучшением своего, в принципе, скилла, и в этом, наверное, самая главная проблема команды, и вот именно тот самый ключевой фактор, ты тир-1, тир-2, тир-3 или нет вообще. Ну, тут опять же Акума, если... Давайте предметно, да? Если Акума просто будет разгоняться, это у нас Дэмк Сенсей, вот из двух основных игроков, которые будут тянуть команду дальше, играть в своем темпе. Темп у них в целом более повышенный относительно, может быть, даже всех остальных игроков, относительно Сергиза, относительно Сайку, относительно их нового игрока Джеки, если что. Дэмк говорил, он заходил к нам на Клоу-Сквали, когда были Клоу-Сквали, он говорил, вот, да, новый игрок, да, класс, ну, в смысле, нормально вообще к нам лился, то есть прям все классно, нам нравится, все дела. Вот, относительно вот этого всего, вот эти два игрока, если будут играть выше и сильнее остальных, остальные будут подтягиваться под их темп. То есть это вот два двигателя команды Акума, с точки зрения, как бы старплеера в каком-то смысле заводил. По поводу команды Гронт, там более вот смешанно, ровно как-то масло по бутерброду размазано, ну, может, Торик там отдельно, можно было бы, да, что-то сказать, но тут уже маппик я смотрю. Давайте, да, по картам, что мы ожидаем увидеть, как мне кажется, не стоит, не стоит, так скажем, не ждать здесь, прежде всего, Даста-2 какого-нибудь, да, наверное, в первую очередь? Вертига, то, что будет забанено, соответственно. Спасибо, Саша, спасибо. Да, от команды Гронт, что будет у нас дальше? Ну, смотри, в любом случае, по поводу Даста и Миража, я думаю, что-то мы точно увидим. Ну, вот я просто думаю, да, что, наверное, все-таки Даст и Мираж, это приоритетные карты будут, я надеюсь, что будет Нюк и Трейн еще, вот. Нюк и Ферна, может быть. Вот насчет Трейн, ну, Мираж. Мираж для Акумы, который имеет 50% винрейта. Нюк, Гронт, Нюк. Вот с вами пиком, Нюк. Думаешь? Простите, вас перебьют, да, меня здесь тоже, я немного ошибся, Трейн-то уже забанили сразу первым, вот, а я его с Нюком на пару поставил. Тем более, да, Текхост я даже не слышу на самом деле. Все-таки Таст. Слушай, ну тогда последний Нюк. Последний Нюк? Ну тогда последний Нюк, а что тут еще? Ну, Мираж даст, как мы и предполагали, скорее всего, он... У нас СНГР и МР-турнир, мы каждый раз почему-то забываем, да, что у нас СНГР и МР-турнир. То есть Мираж даст, даст Мираж. Хотят ли Акумы играть Нюк вообще? Вот такой вот вопрос. Ну, видимо, да. Кажется, да. Ну, как тебе сказать, в официалках не очень много карт и не очень много победили. Ну, в смысле, одну там из нескольких буквально победили. Инферно. Не хотят это играть ребята из команды Гронт, конкретно Нюк, против своих оппонентов. Хотят играть Инферно. То есть чисто напострелять прям все. То есть немножко подумать и все напострелять. А знаете почему? Нет. А потому что мы... Что про Аку мы сейчас говорили? Что если подумать, то они прям сильно-сильно хороши. А если напострелять, то разница между командами, она такая оп-оп-оп. И вот эта вот история от Гронт по Мапвета, это интересно. Это дает им на самом деле больше шансов. Вообще мне стоило об этом подумать. Так что волен король. Нужно ли настолько подстраиваться к своим оппонентам, если у тебя очень хороший Нюк? Да, кстати, вот в том-то и дело, что у команды Гронт очень действительно сыгранный Нюк. А так как? Так страшно может быть против Акума играть? Нет, не может. Потому что там одна выигранная карта только из трех. И там далеко не самые сильные соперники. Я думаю, в первую очередь здесь индивидуально, знаешь, вот друг друга команда присмотрели, знаешь, вот при просмотре демок. А потом уже просто вывели для себя оптимальное решение, какую карту им просто было бы удобнее играть против соперника. А не конкретно, да, прям, знаешь, вот, если у них там сильный игрок условно на этой карте, значит мы эту карту играть не будем. Я думаю, что прежде всего комфорт игроков команды Гронт. Но ты прям утрируешь, потому что там, скорее всего, все параметры вот в это решение входят. Не конкретные, которые, например, про которые ты сказал, не конкретные, про которые я сказал, а на самом деле я. Знаешь, почему не скажу, что это так? потому что всего было несколько часов на подготовку. И вряд ли это все пункты были... Ну, не очень много часов, я согласен. Но в итоге у нас получается так, что больше карты напоставлять плюс командную работу, чем что-то еще. Вот важный момент, да? Чем какие-то широкие карты типа оверпастов, каких-нибудь или люков, каких-нибудь или там... Ну, трейн вообще, инстабан. У нас получается Мираж. И вторая даст? Даст. Мираж даст. Интересно. Но шансы какие-то вот именно с Миражом и с дастом появляются у ребят с команды Гроон. Чисто теоретически Мираж даст инферно. Саша, мысли уходят слишком. СНГ, СНГ. Не-не-не-не. Мне нужны ваши предикты. Хорошо. СНГ РМР-турнир Мираж даст. Интересно. 2-0 закума. Просто. Ну, 2-0 закума, но Гроонда поборется и ТТБ-ТБ. Ладно, дорогие друзья, ваше мнение мы услышали. Давайте посмотрим, что думают наши друзья Испари-матч по поводу предстоящего матча. Мы узнаем это непосредственно в игре уже. Дорогие друзья, не забывайте, что от наших друзей ИспМ у вас есть всегда уникальная возможность зацепиться за акции. И сейчас проходит акция с 15% кэшбэком на все события Counter-Strike Global Offensive. Заходите на сайт pmbet.gg.rmr. Ну, а мы постепенно готовы переходить к нашим комментаторам, которые для вас будут работать на этом матче. Это все так же Миндгот Ани Шаротт. Парни, удачи! Спасибо большое, в первую очередь, удачи командам. Стоит пожелать, у нас как-то аналитики во мнении сошлись. 2-0 за Акума. Я думаю, что Гронды могут побороться. Но они хоста не слушают, а зачем нам их слушать, правильно? Ну, да. Поэтому уволены. Да нет, я думаю, что в этом матче может сложиться все, что угодно. 1-1 и 2-0 за командой Гронд. Сейчас парни явно готовились. Как уже отметили ребята, времени было не так много, потому что после жеребьевки узнали расписание вот-вот и начали даже меньше, чем через сутки начнут, точнее, играть. И, может быть, на Дасте получится. Видимо, Гронды почувствовали, выбрав себе карту DAS 2, что против Na'Vi вчера что-то чуть-чуть не получилось. Но так как соперник не такой грозный, может быть, на Дасте у них действительно катка пойдет. Но у Мираж определенно Акуму отыграли вчера очень здорово. Если бы не вылет, может быть, даже и Гамбит там побороли. Выбрав свои карты именно Мираж. Если так подумать, на самом деле, да, если брать, опять же, вот индивидуальную стрельбу, то, наверное, Акума поинтереснее смотрится. Но, опять же, мы не берем дистанцию, мы берем то, что мы видели совсем недавно, и, возможно, сегодня у них будет неская иная игровая форма, да и плюс соперник. Я бы, наверное, сказал, что... Ну, вряд ли так просто будет против Гронд. Учитывая, что, в принципе, да. Наверное, будет поудобнее, чем против команды Гамбит, безусловно. Вот именно, с одной стороны. А с другой стороны ты не можешь знать, а, может быть, у Грондов там вообще какой-то суперпротивный стиль. Ну, бывает, да, то, что вот плюс на плюс, и что-то не сочетается, не получается. Неудобный соперник, да, действительно, что-то может не идти. Но мы с тобой вчера что видели? Вот Гамбит и команды Акума, то, что были проблемы у Акума в защите изначально, потому что Гамбит взяли себе атаку или 9-0. Потом паузы проснулись и сами начали за атаку неплохо проявлять себя. Но потом на овертаймах они начали за диффенс набирать раунды постепенно. Как-то там у них все пошло 3-0-3-0 по диффенсу. И как-то вот они... Я не совсем понял, как они так пересобрались с атаки на защиту сразу же. И, видимо, там какая-то мотивация работала. Ничего не пересобирались. Просто у них был, опять же, план, они его придерживались. Я думаю, что в плане защиты, наверное, по Миражу можно было бы сказать, что, наверное, да, чем нет. И, опять же, в атаке всегда можно выстрелить. Но если вы проваливаете защиту, то с атакой уже просто не успеть. Интересно, кто начнет за атаку в этом случае? Может быть, Гронты, посмотрев вчерашний матч Гамбит и Акума, решили тоже зацепиться сразу за атаку? Да, Гронтам, на моем понимании, все-таки интереснее было бы в атаке начинать. Но посмотрим. Ну, мне кажется, классически начнут за диффенс, как в большинстве Миражей, что мы обычно видим. А зачем испытывать судьбу, на самом деле, и так матчап? То есть 0-1, 0-2 не хотелось бы себе делать в серии, потому что там одна ошибка – это уже все. Как бы с Эрмаром весной прощаешься, а там глядишь и… Не успеешь добрать все нужное. Потому что уже 0-2 может быть для одной из команд. Ну, в любом случае для одной из команд будет 0-2. И какой-то один шанс. Да, там команды будут еще, наверное, чуть послабее, учитывая исход всех событий. Но нужно пытаться добирать, не вылетать в 16 команд, которые ничего не получают. В 16 было бы действительно грустно. Ну, что ж… Ну, видишь, что? Во флешпоинте, в европейских квалификациях там все 16 мест получают поинты, а здесь только 8. Вот так вот. Вот так вот, друзья. Гранды все-таки начинают за сторону защиты. Аккуму будут атаковать. Ну, и поехали смотреть за первой картой. Да, Мираж. Уже видим, да, атаку, мы сетап. В общем-то, куда плент. Со стороны команды Гронт. Прожатие топ-мида. И, в общем-то, только лишь один игрок, будучи опорой А, это Фейдет, который играет, в общем-то, на чек. И к нему, кстати, уже Сас подходит с окна на подмогу. Но, скорее всего, играет с постплентом. Ну, придется. Есть смоук, есть дефуз киты для коллектива Гронт. Если получится поперестелять, хотя бы выйти в равный размен, может быть, 3 в 3, то смоук дефуз киты позволит им немножко поднапрячь команду Аккуму. Первый фраг действуется к Фейдету и команде Гронт. И сейчас ждем ответки от Акумы. Сайка у нас, мы видим, находит два фрага. Просто по затылке пошли вешать. ФПС и НВ находят по еще, по одному минусу, есть дефуз киты. И нужно это все дело пытаться реализовать. НМВ будет прикрывать. Хэдчеты пока что не летят. Пытаются пробить планты игроки команды Акума. Но не получается. Это дефуз, бомбы и раунд для команды Гронт. 30 хп. И посчастливилось с ФПС, что у него был армора. Не будет там армора. Дэмэдж бы разлетал полный. Да не только. На самом деле, друзья, пока цифра от наших друзей из приматча. 2.42 на команду Гронт. 1.52 на Акуму, соответственно. Вы для первой карты это было 3 серии. А также не забывайте кликать по баннеру под плеером трансляции. Он сделал дать приятному депозиту. В общем, также от приматча. Заодно ознакомитесь с шикарнейшей лайфлиней. Так вот. Там очень удачное время выиграл он, на самом деле. Запрыгнув на ящик, собрав внимание. Удивительно, что да, знаешь, вот его вдвоем пытались перестрелять. А не пытался кто-то зафокусить, например, игрока. Сейчас это физкерия. А у нас, походу, будет отмена. Потому что что-то пошло не по плану. Команды защиты подстрял. Кто-то все-таки подвис немного, но не у Акумы. Поэтому я думаю, что проблема там не сильно большая. Должна быть для диффенса. Но ждем, когда пройдет техническая пауза. Пока что показали Акума хороший выход на план. Правда, постплан ситуация оказалась им не подсильна. Но там тоже был очень близкий момент. 2 в 1. Был Смоук, который решил исход. Плюс дефуз киты, как я уже много раз говорил. Надо бы перестать это делать. Вообще, как ждешь? Будет ли у нас ТБшка на карте The Mirage? Какие вообще лично твои предикшены на эту карту? Может быть, даже на Best of 3? Мы уже услышали у аналитиков, что они в голос сказали Акума 2-0. И других вариантов они просто здесь не видят. Ну, все зависит от того, насколько гранды постараются переграть в плане тимплейного взаимодействия. На мой взгляд, все-таки у них был интересный путь. Я бы просто выделил для себя конкретно грандов. Да, понятно, что где-то по недалке они сдают. Но хочется просто увидеть хорошие три карты в этом матчапе. И, в принципе, все равно, кто победит. Потому что Сенсей вчера показал лютый рейник победит. И, в принципе, команда Акумы сейчас тоже прошла довольно немалый путь. Там был еще Project X, да. Потом Wait for Tech. Вот сейчас вот так мы дальше ренейм сделали. Ну, парни заслуживают определенного внимания. И хотелось бы им тоже отдать должное. Но победитель-то один, правильно? А я конкретно в этом матчапе, к сожалению, выбрать не смогу. Ну, это очень похоже на матчап One Win и Немига, где мы тоже долго сомневались. Не, я там не сомневался. Ты думал, что Немига победит? Так я же сразу положил карточку в команду победителей. Ты не видел, что ли? Молодец, молодец, да. Но у меня лично были вопросы самого к себе, а действительно ли Немига подсобрана. Были там к этому какие-то предпосылки, потому что мы давно не видели Немигу, поэтому я сомневался. Но показали ребята из Беларуси вчера хороший матч, выиграли, вышли в 1-0. Получили, конечно, не самого славного соперника себе. Но и такое бывает. У нас по-прежнему продолжается техническая пауза, но двери мы ждем, любим. Что же происходит с компьютерами на этом турнире? Просто ужас. Ну, в плане того, что у людей компы падают и очень долго перезаходят. Это подозрительно. И что самое странное, да? Вроде бы все были готовы, проходит первый раунд и шпоньк, и что-то нам с тобой в озвучку нужно идти. Проблема самая главная в том, что ни Гранды, ни Акума сейчас не на буткемпе. Если что-то серьезное с компом произошло, то там быстро не пофиксить. Ну, это опять же онлайн, если в условиях лана мы могли наблюдать, как приносит новый комп, игрок втекает флешку, переносит свой конфиг на игру и все. Да, это ладно, хорошо, что если есть запасные детали, а если нет. Или там блок питания, так сказать, F. Что ты с ними делаешь? О, надо идти покупать. Ну, так-то просто. Ну, по времени-то долго пока до магазина дойдешь, пока все вот это. Можешь, есть ли у тебя там информация, посмотри, что нет ничего по этому поводу, чтобы нам хотя бы примерно понимать, чего ожидать, потому что и мы в неведении, и ребята в неведении. В этом случае хотя бы знать, что случилось. И уже, может быть, плюс-минус по таймингу мы могли бы вас ориентировать. Сколько это ожидать? И снова седая ночь. Ну, тяжело. Тяжело однозначно, вот что я могу сказать. Такие моменты. Хотелось бы, опять же, очень быстро продолжить эту серию. Да и опять же, настрой игроков может немножечко подупасть. Ну, еще вряд ли, только начали первый раунд. Да нет, я к тому, что напряжение все-таки, да, и темп игры хотелось бы удержать. Ну, ладно, расстроился ты, ну, не переживай, зайдет сейчас игрок. Мне кажется, что в такие моменты должны быть готовы замену у каждой команды. Ну, слушай, не каждая команда готова прощаться с 20% романом. Ну, если у тебя нет выбора. Так, а вы сделайте так, чтобы таких проблем не было. Ну, знаешь, это не команды Navi, Virtus.pro и Gambit, которые могут обеспечивать игроков финансово на дополнительные компьютеры. Нет, я больше чем уверен, что, знаешь, вот это тот самый момент, когда вроде как игроки-профессионалы, но в каких-то вещах банальных просто… Ну, не все ты можешь учесть, к сожалению. Ну, если ты, как минимум, играешь в комп, словно, да, и не следишь там за своим железом, это довольно странно, да, начнем с этого. Или же ты профессиональный игрок, и у тебя там постоянные проблемы с TeamSpeak'ом. Я вот постоянно, когда слышу причину, там, вот у нас TeamSpeak сломался. TeamSpeak в двадцать первом году сломался, вы сами в это верите, а голову у дома не забыли, расскажете. Ну, короче, это мое личное мнение. Я могу привести банальный пример, что у меня периодически мой провайдер меня подводит очень. Бывает даже не роняет полностью интернет, а просто дает какой-то момент. Не, ну, интернет – это уже другая история. Я говорю про те вещи, которые зависят конкретно от игроков и исполнителей. Ну, это уже глупо. Реально. Не знаю, мне кажется, ты злой какой-то. Да просто профессионал должен быть профессионалом во всем. Think about it. Ну, разошел Фейдет. Должен быть сейчас рестарт раунда. Все-таки ребята победили, а у Фейдета 800 долларов всего лишь в наличии. Этого будет крайне мало, чтобы противостоять команде Акума, которые уже готовы. Там матч медик сделали, потому что Фейдет перезашел, у него не было экономики. Это тоже, опять же, проблема была некоторого характера. Но что думаешь? Форс или не Форс? Я уже видел калашников от Демка, поэтому, может быть, повторят. Бай. А, нет, кат сделали. Ну, вот в этом… Да, тут возможность перегровки, но нет, мы видим, что Демка покупает себе калашников. Есть также калаш для Сенсея. Галил у Сергиза. Джеки тоже, возможно, сыграет через Галил. И нет, покупает себе калашников под первоармор. И Сайка отыгрывает с Деглом также первоармор. Может быть, для ребят проблема без касок, потому что там формилки, там Фамас, а хэдшот будет неминуем. Посмотрим. Опять же, да, то, что Торик сейчас играет без армора, это очень странно. Ну, то есть 1350, видимо, из-за матч-митинга забыл, опять же… Он просто забыл купить армор, наверное. Да, закупить армор. Такое бывает. Проскакиваешь глазами и не получается этот момент проследить. Но, тем не менее, остальные вроде как при закупе. И все должно складываться хорошо. Опять же, контакт перед ямой, прокидывается смог. Расстановка 2-1-2. Гранды пока что играют в своей классической. Опять же, расстановочкой. Ну, вот из-за пуш-яма Торика вроде как и тайминговую, а вроде как и могут прочитать. Хотя, опять же, упор ямы чакать по-хорошему нужно всегда. Вопрос решить, есть байтящий игрок с головы или нет. Ну, вот, видимо, все очевидно. Он для Сайка будет сейчас не сюрпризом. Хотя Торик успевает забрать Сайка, погибает от демка. В какой-то момент казалось, что может прилететь моменталка с тикетбокса на яму. И там, может быть, под нее Торик подработает. Но вышло как вышло. Немного игрок на яме тоже не ощутил, что к нему подходит. Потому что никакого шума Акумы не сдавали. Есть 4 девайса для Акумы. Что может быть приятно в дальнейшем открывается. У нас видно... Саски не заметил противника. Хотя повертел головой влево-вправо. Такое тоже может быть. Сергис ждет тикетбокс. Там два игрока находятся на Дельпане. И, в общем-то, бомбу можно ставить. Закрывать КТ. А, нечем закрывать. Только флешка имеется. Хотя нет. Смог-то тоже есть. Но он пока не летит. Может быть, сейчас прилетит на КТ. Закроет двух игроков. Уже будет сложно куда-либо выйти. Сенсей находит первый фраг. Второго, видно, не ждут по позиции. Не погибает Сенсей. Ну, да. И, похоже, Акума отвечает моментально. Вот с первыми же девайсиками. Которые они покупают на волевухе. Ну, хорошо. Опять же, темп Миража обещает быть очень интересным. Несмотря на то, что, да, довольно слоу-раунды разыгрываются. Но характер у парня определенно есть. И мне будет интересно посмотреть, как ответят на все это дело сами Грон. Потому что, да, у них сейчас 1400 сыпит как бы это все. Ну, понятное дело, что, скорее всего, это будет форс. Но в каком плане они его будут реализовывать? Ну, это будет очень дешевый форс. Судя по экономике, 3 дигла. Может быть, НМВ и Торик позволят себе чуть побольше. Вот ФАМАС у Торика. Но это 4 дигла сверху будет для коллектива Гронд. И пока Акума действительно отвечает хорошим форс-раундом. Против Гронд имеет хороший бай. Это 5 калашей, раскидка. Ну, и в их случае нельзя ошибаться против такого, опять же, как я уже говорил, дешевого форс-бая. Но и Гронды вчера очень сильно удивляли своей агрессией против команды Нави своей стрельбой в какие-то моменты. И, как мы видим сейчас, противник пониже уровнем, чем команда Нави. И, может быть, не будет от того страха, боязни или ответственности, которая была в матче против топ-2. Но, с другой стороны, чем дальше ты заходишь, тем больше информации про тебя есть. То есть я говорю о том, что ребята какие-то фишечки подмечают, да, как парни себя чувствуют на карте, как они вообще, в принципе, двигаются. И это все может сыграть против них. В общем, то же самое касается и команда Акума. Но в плане, вот опять же, да, если говорить конкретно за Акуму, то вот парни просто бегут и стреляют. И это за ними закрепилось еще из других матчапов. И, как бы, пока это сохраняется. Пока такое есть. Действительно, уже три фрага от коллектива Акума без потерь. Но вот только сейчас FPS нашел Сергиза. Подобрать будет девайс, но Сенсей будет ждать возможности убить противника. Закрывает Цайку, выходящего на центр. И Фейда тоже погибает от Сенсея. Возможно, пытался пойти на сейв Фамаса, но немного не добежал. Теперь же экономически, даже, по-моему, без флешек, FPS 2.350, дадут ему 2.400, FPS-снайпер, поэтому может хватить на авик без армора на девайс на раунд. Ну, надо, надо отложить в любом случае. Хотя, может быть, и первые плотные девайсные сыграют просто с кольтами. Такое тоже бывает на Мираже нередко. Но старт для Акумы пока бодренький. То есть, вот сейчас нам троечку выйдут. Экономику, надеюсь, что для себя какую-то никакую закрепят. Ну, а, кстати, на обороне, кстати, 4 стака. И ДМК тут немножко вроде как и потерялся, а вроде как и нет. Но с разменами, благо, команда не подкачала. И последний в коне есть Саски. Ну, Юспы безарморные. Тут один фраг вышел. Хотя и Сэка могли потерять. 5 кп остается всего лишь игрока атаки. Но вот он Саски ждет с Зюмсом. Возможно, он слышит этот звук. У нас пока что еще не было убийства Зевса. Если я все правильно помню. Но нет, тут сервис не дает. Этому случится 3-1. И ждем девайсы. Что появится в руках у команды Гронд? Будут ли это опять эмок? Или все же рискнут и попробуют купить себе снайперскую винтовку? Это авик без армора. Может быть, может быть. Вот мы сегодня с тобой отмечали, что и вчера тоже. Команды нередко отпускают middle. Мне интересно, как сыграет FPS. С какой позиции он будет действовать без армора? И без дополнительной помощи в виде гранат? Ну, мы опять же подмечали это только у двух команд. Как раз таки в матчах по Virtus.pro и K23. У Gambit там все-таки были свои шероховатости. Но здесь, да, более такая простенькая модель обороны. Опять же, в окне авик. Пуш шарта, возможно. И, кстати говоря, очень серьезный, очень глубокий пуш от Faded. Который вроде как читается. Ну да, все, по крови тебя точно знают. И вот видно, что Акума что-то о своем сопернике да знает. Ну, они ждали какой-то агрессии. Ждали удивления. Явно смотрели, ну или примерно понимали, как играли против команды Na'Vi. Что они будут пытаться давить на вражеской карте. Удивлять противника, что мы видим и сейчас. Саскина забирается на букву. И Сайкова может снять, если отправится чуть-чуть. Буквально пару шагов вперед и посмотрит наверх. Не уют. А почему такие тайминги? Просто без какого-либо прикрытия в Андре. Жесть-то какая. Ну, повезло, что не убили Саскина на самом деле. Иначе раунд бы уже пошел под откос. И тут прямолинейный атак на Асас. Притом через кон. И вот как раз-таки Альвик без армора в халпе умирает от Сенсея. За счет чего гранды уже спокойно могут уходить на сейф. Вот я на самом деле опции других просто не видел. Ну, там хорошая флешка влетела для Сенсея. И слепой фпс не успел отреагировать. Или даже выследить по таймингу. Просто была очень какая-то львиная реакция для Сенсея. Да он на префежешь выходил. Ну, или так, да. То есть пытался чекнуть дефолт. У него это прекрасно получилось. Торик и НМВ. Попытается засейвить. Торик убивает попутно еще и Джеки. Закрывая одного бойца. Сергис там со снайперской винтовкой. Вероятно хочет его куда-то спрятать. Прокидывая за карту. Ну, а дефуз киты с арморами и ямками нужно действительно уносить. В следующий раунд окупать по 250 и пару флешек. Пытаться, может быть, что-то еще подпушить. Ну, а для Акумы это отличный звоночек. Опять же, чем больше девайсов они сейчас выбьют, тем им же лучше. С другой стороны уже четыре раунда есть. Возможно, и пятый залутают. И такими темпами Мираж может оказаться весьма легкой прогулкой. Но, опять же, это я слишком глубоко забегаю, далеко вперед. Думаю, что все настолько хорошо у них. Хотя, в общем-то, тайм-аут для Грунт тоже имеет место быть. И это даже очень неплохо, учитывая ситуацию. Учитывая рост экономики команды Акумы, сейчас нужно все это дело как-то прекращать. Но одно экономическое действие все равно ожидает впереди. Ну, конечно. Они пытаются очень решить, как действовать на пистолетах. Может быть, даже на будущее. Еще продумывают какое-то, опять же, мы не в команде, мы не знаем и вряд ли узнаем, что там в TeamSpeak происходит. Это какой-то ботинок, а это пакет. Я как-то не замечал на Мираже. Возможно, какой-то апдейт прошел мимо меня. Очень важный, судя по... Супер важный ботинок, друзья. Максимально важный. Что мы видим? Арморы, деглы. Немного добрали гранат. 700 долларов, даже тысячу потратил для себя Торик. Ну, и какой-то еще лишний смог для NMV. В P250 FPS будет оставлять деньги на авик. Соответственно, такой стандартный, классический байд от двух-полторы тысяч. Полутора тысяч. Так, ну, вот видишь, раз пика под коном не было, а значит, скорее всего, либо где-то в глубине, опять же, да, или же просто в закрытую играют на приемке кона с шартом, там уже был некоторый контакт, но урона не так много внесло, как казалось. А вот тут Торик как раз-таки забирает DMQ. Это был у нас игрок на шарте, который открывался преждевременно. 3B stack отчасти может сейчас несколько удивить игрока на выходе с аппартов. Ну, он, в общем-то, вообще не посматривает за каром, да. Чего уже у команды Grunt ситуация 5 на 3. А после этого Acum сворачивает все удочки и отправляется под upland. А тут вот вопрос лишь времени, да, насколько быстро они все соорудят, иначе Grunt это дело прочитают. Но пока мы не видим смещения от команды Grunt, по-прежнему один находится на окне, двоится тусит на шорте и один игрок непосредственно в планте. Но информация пошла, хотя времени довольно много. Начинает шить Ticketbox, Moltov туда же. Есть ли какой-то смок, есть смок на хелпу. Faded очень сильно подгорает до 30 хп. Ну, а теперь дело времени. При том, что нашли для себя два девайса. Там еще и с гэшкой под армор калашников у NMV. Да, без армора пока что FBS. NMV горит очень сильно. Сайк, он находит Faded, открывает широк защиты. И там на доверии работают игроки команды Acuma. Налютят хэдшоты. Сергис погибает 2 в 4. Почему я сказал 2 в 1? Никакие спойлеров, я не знаю. Там уже бомба лежит, это сайп для Acuma. Ну, очень хорошо Торик опять же нашел бомб-кэрри через трипл-бокс. Очень вовремя. Потому что, да, очень хорошо удалось ребятам замансить во всем этом деле пуда. Да, но в конце концов, да, вот он второй раунд для Гронта. Они берут экономический, с одним засыленным девайсом и пистолетами. И это значит, что у Acuma сейчас будет некоторый затратный момент. Ну а Гронта в Раде может быть не хватило немножко людей. Потому что игрок на базу Б выходил без помощи. Так и на шорте изначально демки тоже погибли ни за что, ни про что по сути вещей. Но ребята пытались найти от фрага, сыграть от фрага. Ну, может быть, даже найти информацию. Как раз игрок на базу Б выходящий. Может быть, начекал бы, не будь там людей, пустую базу Б. Но смотрим за девайсами. Авика нет для команды Гронт. Но ФП все равно с коуп-девайсом. Это СГ-шка трофейная. Погибает от фейдета уже Сергей. Снова эндри для команды Гронт. Но есть размен от Сайко. Которая справится с Таски. И ситуация 4 в 4. Даже по ХП плюс-минус ровненько. Разница в каких-то 7 процентов здоровья. Пока башна-башна в миде как раз таки сторожаются. Единственное, что под коннектором. И как раз, видишь, с двух сторон зажимают голову. Каким-то образом из ямы удалось выйти игроку под номером 8. Это демки. Как раз есть минус от Джеки. Еще и по фейду тут забирают. Еще и джангл в себе под контроль. Правда, ФП без боя-то не сдается. Ну, моментально Сенсея открывает минусом под B точку. И тут начинается нервотрепка в плане того, что куда же на самом-то деле-то выход-то. А выход-то вообще-то везде. Просто попробуй угадай. Ну, там есть игрок на базе B. Нужно проходить бомб-керри. А бомб-керри... Ну, да. Вот что это сейчас было? Ну, Сенсея-то вроде прикрывал, но прикрывал не туда немного. И торик закрывается дальше. Там тиммейт. Нужно ждать сейчас демка, который вешает хэдшот и запускает дальше тиммейт. И теперь все-таки может выход на Аплент. Это непонятно, потому что ФПС находит демка. И все-таки выход на точку А бомбу-то. Вроде и спалили, но куда она пойдет? Потому что есть выход и под B, и под A. Сенсея в клаче против другого снайпера. Правда, ФПС и здесь все-таки в винтовке нет привычной его... Ну, для ФПС это может быть очень приятным раундом, если, опять же, подлоулит удачный тайминг. Ну, и опять же, промок Сенсея равно труп. Ну, то есть вот тот самый момент. Хотя вот сейчас, когда ФПС прощает, шансы повышаются. Хаяшка не такая уж суперсерьезная. Еще одна туда же. Мимо. Не туда она полетела, да. Но залетена дважды в ниндзю. Это был бы... Тень видел. Все, инфа есть. Минус Сенсей. Головой мансует. Ай-яй-яй-яй, ФПС. Ну, все, время идет против него. Надо двигаться. Он, кстати, успевает. Да, есть дофускиты. И, знаешь, вот в таких клачах, где снайпер остается на снайпера, ФПС должен осознавать, как мы видели, он грамотно отыграл против него. Против другого снайпера. Он понимал, как будет действовать игрок из-за дефолта, что открываться очень быстро и, вероятно, стрелять не очень точно. Хотя мы не видели, опять же, от глаз Сенсея, как он там. Я просто не думаю. Опять же, да, пока париматч нам предлагают. Цифра 265 на команду Грунт 1.44, на команду Аккума, соответственно, для первой карты этой БУ-3, что ФПС, в принципе, волновался за всю эту ситуацию. Потому что у него было преимущество в плане автоматического гана, да, и как-то уже сказал, с одной стороны, да, он понимал, что его соперник промахнется и, скорее всего, он труп. Но, по сути вещей, тут просто нужно было зайти как можно шире, чтобы не было возможности скрыться снайперской винтовкой и, соответственно, реализовать свой автоматический ган. Ну, просто он сближал дистанцию с каждым временем, с каждым промахом от Сенсея. Единственное, что довело на него, это время, вот и все. Да, хватает денег на девайсы. В небольшой степени даже из-за того, что поставили бомбу, многим игрокам хватило на то, чтобы закупиться практически по фуллам. И смотрим еще один девайс, но пока что без эндри-фрагов. Единственное, что по хп просел фпс, не более этого, без потерь в этом раунде. Снова грунды подсобрались, начинают набирать свои в диффенсии. Не скажу бы, что это прям 100% верняковые раунды, но... Тяжелые в любом случае. В любом случае они взяли свой 2кб с одним девайсом заселены, потому что аккумы немного не так, как планировали, вышли. И тут вот один в один. Так, ну, вернулись мы к тому, чтобы за мид пока воевать некому снова в защите, но вот на какой период времени это так и сохранится пока непонятно, учитывая постоянный абуз атаку мопу. Да, в любой ситуации зачастую они выходят не в этом направлении. Сейчас из коннектора, опять же, выходят двое, но с разменом прав. Да, и опен был в раунде для защиты от Торика. Далее еще и фейдет, хорошо реализует свою позицию в джангле по Сергису на выходе с кона. И как бы уже после минуса фпс кажется, что 4 в 2 безидейно. Но отпускать, конечно же, гранды не собираются. И последним остается Джеки. Тот самый молодой и пока что мертвый в этом раунде, Джеки, отправляет команду, вероятно, на экономический раунд. Не его это вина, разумеется. Тут хорошо гранды приняли. Сначала из фэрбокса сыграл Торик, потом еще и круто фейдет набил. Тоже немного шишек команде Акума. Но вот не видно пока Саски. 0-2-7. Хотя 8 раундов прошло, но надеемся, что включится и покажет на также свой скилл на карте Демираж. Ну, пока ноздри-ноздри идут, в общем-то, да, я бы, наверное, сказал, что счет еще ничего не определил. Даже если первая половина будет close, да, 8-7 какая-нибудь. Очень важно будет посмотреть за ключевыми уже девайсными раундами во второй стороне, как себя, в общем-то, проявят Акумы. Даже несмотря на то, что они очень бодро стартовали, сейчас уже чувствуются некоторые неприятности. Ну, и цикл вот этих вот раундов под Аплент уже немножко, если честно, достал. Когда нам на бета выйти можно сегодня? Ну, если на б, опять же, точнее, на А не будет получаться, может быть, как-то разнообразит и просмотр, и свои выходы. Пока у нас два великолепных врага от ФПСа смог вывести команду на паритет после потери двух бойцов Вайдета и Торика. Но все равно выход на Аплент по-прежнему просматривается. Попадание от НМВ попал в голову, но прострелом. Шарта его не отпускает Саски. И у нас, получается, Сэнсэй и Сайко уже в меньшинстве. Калашников есть, армора для Сэнсэя не присутствует, но, может быть, сейчас хэдшоты поставит Сайко. Нет, получает сам 7 хп, бомба ставится на точке А, и хотя бы плюс деньги для себя Ако может зарабатывать, теряет Сэнсэя, ФПС делает уже трипл килл. Ну, и по Сайко информация тоже вполне может поступить. Вешает хэдшот на Саски, ждет ли второго из Шарта. Очень сильно не уверен. Ну, открытет НМВ как раз-таки хорошая вебсака, да, действительно. И что у нас? Пятый раунд для грандов здесь и сейчас. Ну, вернулись после счета 4-1 после паузы. И, в общем-то, пока я тоже хотел бы, наверное, какую-то ответку атакам увидеть. Вот ты сказал, может быть, разнообразит. Пора. Вот сейчас, тем более, знаешь, когда они постоянно заходят в мид, ну, хорошо, зачастую, у них есть опция сделать неплохой раунд со сплитом на Б через пары чьи, пары ТБ, но все равно почему-то их как вот медом намазан на план так и тянет. Ну, это ненормально, нечестно. Ну, они хотят пробить оборону, видимо, по АЗА, чтобы потом было полегче, чтобы уже туда силы стягивать противника. Какой-то план есть, явно. Мы это прослеживаем, что через центр очень часто отыгрывают. Где-то, может, не хватает людей или лишней гранаты, чтобы зайти в нужную позицию, либо разменяться в плюс для себя. Ну, вот снова через центр отыгрывают. Молотов присылается за боксы. Торик играет довольно аккуратно. Под слашечку, под свою же, начинает чекать центров втроем. Хаешка может быть хорошая по Сергизу и Сайко. Так и получает ребенок вверху. И это Саске и Фейдет. Нашли Сайко и Сергиза. Хаешки действительно очень хорошие. Наверняка ждали там только одного игрока атаки, но получилось двоих, что, опять же, очень хорошо. Отлично. Просто учитывая экономическую составляющую, сейчас выиграть раунды без потерь, это прям вообще замечательно будет для грандов. Так еще и молики в джангл немножко, да, поздноватые залетают. Ну, и кажется, что Гронты готовы принимать этот выход куда. Отличный дабл пик на яму. Да, с разменом от Сенсея, но он-то один против всех, а там четыре соперника, между прочим. И вот сейчас встал вопрос, сейвить авик или не сейвить, но определенно нужно подумать. Но Сенсея показывал много разнообразных клатчей. Не уверен, что один в четыре на такой карте, как Мираж. Помню, на Вертиго вроде были какие-то подобные моменты. То есть он способен выдать клатч, но Гронты явно будут против этому. Но еще и время очень сильно дайвит, 18 секунд на таймере. Есть, конечно, гранаты, открывается. Хороший фраг, есть хэдшот, молотов на лпу. И дальше хотя бы на постановку бомбы отработать. Нет, ВПС не пропускает его. Шестой раунд для команды Гронт. Честно говоря, мог бы, конечно, дочекать джангл. И большая вероятность того, что он бы убил ФПС. Но потом вот разыгрывать 2 в 1 уже было бы в разы сложнее. Так что вышло, как вышло, друзья. Ну и что, Гронты переворачивают пока что мираж за защиту и показывают характер нешуточный. А ведь денег у Акумы теперь нет. И надо делать боя до 2000 с пистолетами. Может быть, сейчас Б на пистолетах? Ну вот, наверное, да. Но при этом, знаешь, я все-таки больше котирую нормальные ган-раунды со сплитом на Б. И ФФА пушапартов со спрыгом в сайт с пистолетами как раз-таки при дефолтом раскиде. Но у них несколько наоборот. И, возможно, это перейдет к чему-то хорошему все-таки. Но тут очень долго забирали игрока под дефолтом. На шарте тоже Стаск успел сделать размен под джеки, но при этом остался в живых. Чимолик под дефолтом моментально тушит. Ну демки вообще работают на команду максимально. Тут без вариантов. Ну как дальше? Ну а дальше есть гранаты для защиты. И не забывай, Сергис в топ-миди. Да, Сергис может быть... Хотя Стаск ждет. Стаск ждет, убивает его. Кстати, сейчас Сайка. Вот сейчас уже совсем непростые вещи. Там еще и Сен-Сей фраг находит. ФПС только один размен сейчас дал. Торик с тиммейтом находится в маркете. Постепенно пытается вводить. Нужно использовать гранаты. Чем занимаются ребята из команды Гронт? Смоук на бомбу. Но они уходят на сейф. Они не рискуют. Потому что и времени 10 секунд. И их там просто с этими тэками М-кой зажмут и поубивают. Наверное, даже грамотное решение для Гронт, учитывая их экономику, будет там по 10-ти, они, может, и пошли. Здесь 100% сейф. Как раз таки один дроп для НМВ, например, от ФПС. И хороший бай будет с гранатами и со всем, что нужно защите. 6-5. Ну и продолжаем, в общем-то. Вот ты наклянчивал раунд на Б. А, ну... Это же должно было когда-то произойти, правильно? От меня же это зависит. Просто удивительно, что они этим не пользуются. Нет. Но они же пытались на Б, хотя не всеми силами пройти. Может быть, где-то не получалось шорт занимать. Поэтому они отказывались от базы Б. То есть тут какие-то микромоменты решения внутри раунда. Вот так аккума действовали. Пытались давить туда, куда у них было, может быть, больше наработок в этом случае. Новый раунд, двенадцатый. На карте Демираж. Пока что снова без столкновений, хотя и времени прошло не так много. На выход через яму планируются в четыре бойца от команды Акума. И один игрок планирует выйти через коннектор. Пока что гуляет по андеграунду. Без апартаментов решили сыграть Акума. Здесь ФПС решает прочекать. Торик находится за дефолтом. Получает молдов, но не туда. Казалось, что может полететь на дефолт. Прочекали, прочекали. Торик пока живет. От него очень многое зависит. Сейчас может дать кучу фрагов. Дает один. Погибает, фейдет. Но жить ему здесь осталось недолго. Десять хп это на одну пулю. Убил. Поживает. И самое главное, что он тянет очень много времени. При этом в апартах про фпс все еще ни слухом ни духом. Как долго он здесь просидит. Но он должен максимально сидеть здесь. Так вопрос, какую цель убивать? Убивать бомбу? Я думаю, да. Убивать. Или не убивать. Убивает бомбу. Хорошо. Ой, ой, ой. Лестница. Уже не слышал демки, что там по лестнице. Человек поднимался, спускался. Ну ладно. Саски поймал Джеки тем временем. И вот это главный момент. Нам бомба не установлена. Заперти сидит как раз таки это Саски. И он ловит демки, друзья. 7-5. Гранды выходят из этого очень страшного положения. Но, опять же, да, благодаря FPS во многом. Ну, то есть, да, его позиция на партах сработала очень хорошо. Не дал поставить бомбу. Внес очень много непонимания, что вообще происходит. Да, какая-то паника возникла у Акумы в момент. Но денег по-прежнему хватает даже без постановки плента для ребят. Я так понимаю, что был кол. Мол, попробую разыграть один в один. Деньги у нас на бай есть. Попробую поубивать людей. Флешка неплохая от Торика. Сергей был слепой. Забрал его FPS. Да куда? Топит неплохо. Отрабатывает снайперская винтовка. Ну да, снайперская винтовка. Так я называю. Снайпер, но без снайперской винтовки. Нет, ну почему нет-то? Да, кто ж спорит? Да, мы понимаем, что тренировки происходят и с Эмкой, и с Калашовым, и с снайперской винтовкой. Человек-винтовка. Да, он и там, и там хорош оказывается. Это факт. Ну что, Вандер как раз таки вышел демки под коном. Здесь расчек мидо, и вот они приходят к раундам сплита на б, когда их в меньшинство загоняют. Это ж вообще очень неприятно. Ну и тем более вы уже запалили игрока. И вас запалили, да, со скиллов. Под 90 выход от джеки. Тут и бомба падает. Ну и снова тупик. Акума действительно загоняет себя в узол. Там Торик решил пойти не на шорт, а в сторону коннектора. Его там и убили. Ну а теперь и сенсей попробует снова разыграть. Либо засейвить свою снайперскую винтовку. 1 в 4 будет сложно противостоять. И бомба была спалена. И, конечно, как ты уже подметил, слышит его Торик, куда перемещается последний выживший игрок атаки. Сенсей попробует убить. И тогда уже точно не хватит. Хотя Лустрик поможет даже максимально для Акумы. Сенсей раскрывается с Ториком. Идет на яму. В упоре стоит игрок защиты. Ну и сголов его снимает. 8-5. Первая половина за грунтами. Акуме, ну по дефолту, хотя не знаю какой дефолт для миража. А вот то, что коэффициенты 1.62 на команду грунт и 2.2 на команду Акума, это уже 100%. Париматч пока так распределяет коэффициенты по карте на команды. Ну а также не забывайте про бонус. 100% к депозиту. Кликайте на баннер по трансляции. Также там еще и ссылки в чате проскакивают. Можете, если вдруг найдете баннер или захотите разнообразие, можете там тоже найти. Ладненько. Смотрим предпоследний раунд первой половины. Там что у нас? Два гана и три пистолета с некоторым количеством гранат. Опять же, видимо одного игрока с вайтбоксами в миде. Да, а так-то в основном выход через яму плюс саппорта партов. Фейдет под смоками мутится. И, кстати говоря, его не дочекали. Таким образом, есть опен, но с разменами. Пока защита в преимуществе. У Торика позиция, конечно, шерная. Но вот реализовать не удалось. И Сельгис его как раз таки переезжает под упором. ФПС пытается. Пытается рискнуть. И тут тоже мисс. А вот, кстати, одного забрать успел. А вот второго патрона в магазине, кажется, не хватило. Ну что, два на два розыгрыш постплента. Инфа про кон есть. Кажется, что это шестой раунд для Акумы. Ну, должно быть так. Посмотрим. Там и смог присутствовать для диффенса. Возможно, еще и дефузские ты где-то лежали в пленте. По-моему, это они как раз таки горят в дефолте. Времени еще 13 секунд. Можно и нужно идти бороться. Вопрос, пропустит ли игроков защиты здесь демк. Пошли ребята. В семь секунд уже никак не успевает игрок защиты. Как бы он ни хотел, погибает также. Это шестой для Акумы. Ты был абсолютно прав. Ребята вроде бы и entry отдали противнику. Но нашли быстрый размен. И все в дальнейшем получилось. 15 на 9 идет сенсей демк. 13 на 9, как уже Женя неоднократно отмечал, это вот стартеры для команды Акумы, которые ведут за собой коллектив. И дают очень много шансов для ребят для себя реализовать. Разберемся. Разберемся, друзья. Last round. Женей? Со всеми разберемся. Со всеми разберемся. Со всеми, не волнуйся. Ну и кстати говоря, видим мы Farmgun 2, 2 пистолета для защиты. В общем-то так же какой-то слабо конкурентоспособный, но все-таки реальный бай. Учитывая специфику. В принципе команду Акумы, которые сплиты в B не делают через mid to B как раз таки. А может быть даже и хорошо. Единственное, что сейчас они снова сетапят Аплэнда. Сколько можно? Неужели это не читается? Там уже и прожим Apart of Base. Нет, короче говоря, команды сейчас заворачивают. Там уже пошел НМВ всю инфу собирать. И центры контролятся, и три игрока защиты на точке. Вопрос только в стрельбе и в приемке. Как разыграют, хватит ли гранат, две флешки и одна хаешка. Полетел Молик, Торик на приемке. Его просто сносят на префайре. Погиб Торик. Сергис вместе с тиммейтами должны теперь чекать ниндзя. Там находится игрок защиты. Гоняют пока что тикетбокс. Влетает флешка. Сенсей пока не выходит на плотный контакт. А, ну все, теперь уже, да. Плэн свободен. Только остается. Всего еще НМВ крадется. Но он может дать один-два фрага. Он не успевает убрать бомбера здесь. Да, добивает Сергис. Там уже потеря колоссальная. Стоит он последний и погибает. Также в 8-7 команда Акума смогла вернуться в концовку этого раунда и забрать себе два подряд, что вывело их на вполне себе очень даже конкурентную половину. Ну и то, о чем я говорил, даже если 8-7 в первой половине, вроде как ничего страшного не произошло. Но, если честно, сложилось впечатление, что гранды думали, что против них будут играть как-то более сложно. будут пытаться постоянно байт и где-то, возможно, делать фейки-расходы, вот это все. А по итогу Акума играет супер просто, супер прям вот твердолобно. Ну, не знаешь, больше показалось, что гранды смотрели демку с гамбитами у Акумы. Так. И они понимали, как примерно будет Акума действовать. Что у Акума получилось против гамбит так работать, почему не должно сработать против Гронда. Может быть, что-то попутно поменяли, но если у нас Акума сегодня победит, мы у них это спросим. А в итоге Ларчик просто открывался. Вот такие дела. Ну да. Ну да. Но конкурентные гранды, как бы не считали наши аналитики, как бы они тут не отдавали победу, Даст явно не будет таким простым. Ты сейчас с Миражом не закончил. Конечно, конечно, дорогой мой друг. Еще с Миражом непонятно, может, его заберут гранды, на атаке тоже покажут волю к победе, перестреляют, обманут, украдут раунды. Так, вот, пожалуйста, аккуратнее. Не надо ничего красть. Раунды можно своровать. Не надо. Посадка в окно. Чек от Сенсея. Что ж еще? Дорога. Давай третьего сюда. Прыгайте. Давай, пацаны, по одному. Всех соберу. Отлично. Как раз таки по Фейдоту. Как раз таки с Ториком остается. На пару новую бомбу посеяли. В общем-то. Четыре хэдшота из четырех, пока выписанных команде Гронт. Последний. Пятый хэдшот. Пять хэдшотов достались. Ни одного фрага Гронт в себе не смогли оформить. Вопрос, эко или форс? Андрей? А что? Я не знаю эко или форс. Ну откуда я могу знать? Ну предположил бы как-то, не знаю. Поддержал бы эту игру. В угадайку. Сложно. Понимаешь? Вот когда ты смотришь и видишь, что вроде как у Акумы после установленной бомбы форс с нормальными гонами, да? А тут нету бомбы. И форс с деглами. Возвращаемся в очень старую метку. Супер олдовую. Причем у них у всех три смака, одна флешка и как бы деглы. Ну вот посмотрим как реализуют. Опять же какой план на всю эту ситуацию. Саски под упором. Сенсей как раз этот выход будет пытаться прикрывать. Что-то я пытался слоить фэшбэк. Ну а по поводу как раз таки приемки такапартов. Кто-то вчера по-моему так же принимал или это было? Это было вчера, ты прав, абсолютно. Ну кто-то вот точно это принимал. Кто-то видимо из СНГ команд, да? Ну, на нашем турнире. Фейд от Джеки пока по размену. В общем-то заход туда немножко медлительный, но с другой стороны для защиты это и плюс, потому что что? Правильно. Не было сноубола, а значит девятый раунд для Акума и с одной потерей всего лишь навсего. Ну вот вопрос сейчас успели ли ту М-ку подобрать или Сенсей был с фармилкой? По-моему он был с фарм... А, его же разменяли на апартах, он там как раз таки стоял дежурил. Покупает себе еще раз фармган, снайпер команды Акума. Вот мы отмечали, что-то я забыл отметить ФПС, который тоже вышел в хорошую статистику после первой половины 16 на 7. У него был фраг стат, также не сильно отстает от фраг лидеров команды Акума. Но это еще бы остальным тоже подсобраться. Саски вроде проснулся, тоже показывает какие-то фраги. И у нас там быстрый выход на базу B от команды Гронб. Бегут по моликам в бедаль Хаешки. Сергис жжет, просто жжет. И четверых уже забирает. Саски тоже бежит по моликам. Это эйс для Сергиса и команда Акума. За счет действия одного игрока. Эко-кобра. Да, делает себе очень простой десятый раунд. Но это был настолько таймингово красивый молик и Хаешка сверху, что она так застопила игроков. Вот нам как раз покажет реплей. Вот Молтов, туда же Хаешка. И ребята все туда. Один хп выбегает, 22 хп выбегает. И Саски тоже. Эксперт по раскидку, друзья. Фиксируйте. Но, первая закупка для Гронб. Здесь и сейчас. 5 квашей с хорошим, достаточным количеством гранат. Акада от Торика под кон. Накалил, опять же, очень сильную возможность. Его соперника ему нет. Только Саски приседает. И к тому же Джеки начинает с опенов. Фейдед погибает на выходе из Ям. Но там просатился игрок в коннектор, который может стать неожиданным игроком. Потому что вроде смотрел с Фомасом сейчас шарта. Демк. Но никого там не видел. Хотя Сака поглядывает в коннектор. Понимает, что там смоки. И мог просто тиммейт не досмотреть. Информации никакой нет. Либо услышал прыжок. Я лично нет. Может быть там очень аккуратно действовали. Два. Играют в коннектор. Пока что смотрят лево-право. Но приходят Джеки. И Саски забирает 3 в 5. Опять же, очередные проблемы для команды грунт. Еще никуда не вышли. А уже две потери. Что-то в этом роде. Ну и что? Сэнсей. Не ловит как раз-таки игрока на коне. Торик забирает его. А дальше по размену еще и НМВ срабатывает. Псайка правда пытается сажать. Возьмёт какой-то разменный. Тут еще также Сергиц врывает за воду перед стрелку. Псайка нашивает через манка. Торик на спрыги сходят что-то в сэндвич. А бомба все это время лежала около телевизора. В двери вот это поворот. А тогда на что рассчитывали игроки команды грунт? А вообще непонятно. Абсолютно. Ну это может быть как-то знаешь переволновались опять. И потом уже где-то мысль пришла сзади. А мы же бомбу-то не взяли. А что мы летим на плент? Но время в любом случае было. Если бы закрывали опорников плента, может быть и случилось. 4.7 на команду грунта. 1.17 на команду Акума. Дает наш партнер париматч. Ну и конечно же не забывайте про баннер по трансляции на 100% бонус к депозиту. Кликайте и получайте. Вторая пауза для коллектива грунт. Будут думать. Денег у них сейчас хватает. Ну пожалуй на какой-то даже бай. С галилами-калашами немного гранат и на дефолте показывают нас. Мне сначала показалось, что это пол телевизора, короче. Ты понял? Сломалось. А это просто монитор. А это да, часть монитора уже. Ух. Друзья, ничего страшного. Все, все можно починить. Обязательно. Нужно собраться. Нужно прям собраться, да, сделать хорошую прическу. Она как-то возможно помогает тоже. Я тоже делаю. Вдруг она в комментариях все мне помогает и без нее я просто... Да? У меня только большой потенциал. Ааа. Ну тогда давай. Закидка смока в общем-то в окно и кажется, что да, постараются как-то мид отжать. Опять же, да, они отжимают мид с пистолетами и это уже говорит о многом. Хэдшот есть по Ол Сенсею. Моментально выщелкивает снайперскую винтовку обороны. И кажется, что сейчас четыре человека. Это может даже очень неплохо напрячь того же самого Дэмки. Они его зергом тут ой как могут разбайтить. И да, действительно преимущество сохраняют. Но был такой неплохой шанс для Дэмка там еще и Торика вырубить и оставить компашку Гронт втроем против своих троих бойцов. Но вот арморы помогли. Не будь там арморов, может быть, и складывались. Сергис на Беопартах, есть игрок на маркете, но проблемы могут быть у Джеки в первую очередь. Если он также поймает слишком много игроков, он поймает просто хэдшот с Дегла. И вот теперь уже явные проблемы для команды Акума. Смоук на КТ. Сайка еще и увидел, как стерли авик. Унес авик. Какая жесть. Ну да, 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 размин моментальный. Короче, ну отличный раунд от команды Гронт во многом. Все началось с минусы по окну. Потом произошел троллинг с фпсом. Вернее, от фпс, который забрал лонтапом с переводки. Короче, шок. Этот мираж быстро не закончится, я вам гарантирую. Ну, мы видим, да, что в некоторых раундах обе команды действуют максимально уверенно, забирая просто без шансов раунд. Так где-то и одна, и вторая отпускают экономический раунд. На что Гронты сами забирали подобный. Два кабай, выигрывая тогда, они четыре в два оказались. И просто заставили команду Акуму идти на сейв. Что сейчас подобное. То есть размен по ситуациям и там, и там. Он попытается еще Сергис не дать унести лишние девайсы. Выбил авик, который пытался унести Саске. И, возможно, сейчас еще закроет бегающего там на фпс, а на фпс уже ничего не пошел. Авик все-таки удалось засейвить. Торик успел цепануть. Но он рисковал. Там был опять хп, насколько я помню, у Торика. Взрыв бомбы. Ну, может быть, авик бы к нему подлетел. Он после взрыва бомбы подобрал. Но, типа, хорошо. Плюс для экономики, так или иначе. Ну, плюс раунд, что самое главное. Это тоже. Это тоже. Ну, два авика в защите, кстати говоря. Дэмко вместе танцаем. Угу. Ну, там еще даже денег много остается. Даже если Акума вдруг решат... Ну, как решат? Не они решат, а Гронда выиграть еще один раунд, то нам все равно при паре сейвов будет чем закупиться. Старт раунда снова занимает центр команда Гронд. Правда, не вдвоем, лишь у одного игрока. Этого вполне может хватить в каком-то неудобном тайминге для команды Акума. Может быть, даже пойдут сжать. Центры там не будут ждать Торика, который будет сидеть целую минуту там. Ну, три апарты. Будет десант. Правда, без ямы. Пока... Пока будет интересно. Но, опять же, все зависит от Сэнсэя, который делает дабл на выходе просто в такую... Микно-щелочку. Этого ни флешку не дали, ни сманчок. Жесть. Ну, это Сэнсэй. Тут я, например, не удивляюсь, когда он дает такие фраги. Я, скорее, удивляюсь, когда он их не дает. Горит. Горит. Тушит. Минус от Джеки по ННВ. А Сайка не ожидает. ФПС-карр забирает Джеки. Сергей закрывает ФПС. И Торик дочекает голову. Да, забирает Сайка. Но он три в один. Бомба как раз-таки на Спрега Сапартов. Отличный флеш. И на Торика объявлена охота. Награда $100 получилась. Награда $12. Но это хорошая награда. Будут ли закупаться Гронды? Должны. Должны. Денег много. Для троих точно. И вот он повтор момента от Сэнсэя, где решили ребята вдвоем пикнуть. И это был очень красивый хайлайт для Сэнсэя. По итогу перестрелки. Ну и да. Мы видим байс, снайперская винтовка. Кстати, покупали не все. Нет, все-таки все закупились. Два маг десятых. Калашников галил. И очень быстрая попытка выйти на базу B. Контактным для команды Гронд. Влетает Молотов. Потушит ли его. Сейчас может влететь плотная хайлешка только по одному. Впитывает ее NMV. Ну и дальше секунд через пять будут влетать на точку B. К чему готовы игроки команды Акума? Да, три опорника в этом направлении. Сэнсэй уже двоих на выходе просто щелкает здесь и сейчас. А ведь учитывая, что есть еще и опорники. Минус от Сергеса по Саске. А далее выхода не будет, друзья. Гронд тоже заходит в некоторый тупик своими стратегиями. И вот тут остается лишь только пожелать удачи и как-то разобраться с этим вопросом. Потому что Мираж уже как бы идет к концу. Тринадцатая Акума. А там денег не будет. В теории денег не так много. Ну вот. Да, с базы B сегодня у команд... Один удачный выход мы с тобой посмотрели. На базу B. Когда с пистолетами влетели. К-23. И ты про момент, когда Никита порезал команду. Это было вчера. К-23. Только что Марвин из Порска 23. Алло. А, ты про это сегодня? Нет. Конечно. Я про эту карту. Что только один удачный выход на базу B мы с тобой видели. Когда ребята с пистолетами из команды Акума влетели на точку. Затыкали с теков. А это я сегодня. А ты за этот мочок. Нет. Вы же за этот. Зачем? Мы тут уже посмотрели, уже все обсудили. В аналитике все сказали. Но нас-то в аналитике не было. Нас не было. Ну и матч этот уже прошел. А, ну тогда ладно. ФПС закупается. Что-то там еще полетело. Два калаша вижу, три калаша вижу. Нет, там хватает денег. Хватает. А, так только один раунд в атаке-то взяли Гронда. Конечно, там уже и шесть уже получается Акума. Естественно, Лустрик присутствует. Даже без бомбы хватает. Гранат не так много. Всего лишь один молотов, два смока, три флешки. Но тут работа будет на стрельбу. И очень практично нужно применить эти гранаты. Желательно с максимально просто КПД. Так, ну прокидывают опять же коннектор. Там что-то шарта вообще полный-полный расколбас пошел. Спарили опять же двое в упоре. Ну и Дэмкю играет в двоякой опять же позиции из-за смока. Савиком тут особо не разгуляешься. Сапсайка шотается с ладарума. За счет чего открывается возможность выхода через джангл. Видимо, смоком как раз таки себя Дэмкю подцелил очень даже неплохо. За счет чего спокойно стоял на целом фпс. А Джекки ловит фейдета. И Джекки работает на два фронта. Забирая Торик из ямы как раз таки вываливается НМВ. И Дэмкю понимает, что в джангле все еще остался один из игроков атаки. И с ним надо как-то разобраться. Какой же сложный раунд для команды Гронт. Мы сейчас с вами наблюдаем. И его будет выиграть колоссально. Вообще нужно будет силы потратить. Погибает. Не увидел еще и но с копом в голову. НМВ остался последний. Дает также фраг на Сергиса. Примерно представляет, где находится Дэмк сейчас. Хотя тут уже запрыгнул в окно. И Сенсейстик бокса оформляет легчайший фраг для себя. 14-9. Два раунда до победы команды Акума на карте Дэмираж. Да, экономика атаки все еще в плавающем состоянии. Тут понятное дело, что можно сделать беды 2000. Постараться как-то цепануться. А там посмотрим, что на ласте ребята покажут. С другой стороны 6 раундов к ряду придется возвращать. Это не так уж, чтобы и просто. Теперь-то так точно. Ну да. Мы выделили только один удачный раунд атаку от них. И... Ну... Потенциал ниже. Потенциал гораздо ниже. Сенсейст замечает противника. Дает информацию для тиммейтов. Молотов жаждет прикрытия своей точки. Потому что в такой дистанции будет сложно Авику воевать. Каким бы ни был Сенсей. Классным. Попадают по ФПСу. Вырубает его Джеки. Молотов также ложится на коннектор. Чтобы не было врыва на ребят в диффенсе. Ну, чтобы просто выдохнуть и сбить темп команде Гронт. Сенсей на центре. Оформляет Торика. Получает сам дэмэдж. Но далеко не смертельный. Отваливается Саская. Остается ситуация 2 в 5. И Фейдата тоже спалили. Нет информации, по-моему, только по НМВ сейчас. Хотя он тоже слепает на Б апарте. Там ему крышка от другой снайперской винтовки команды Акума. Да, минус от Джеки по Фейдату. И, как итог, НМВ последний. Как раз таки с бомбой на старт миде. Ему тут, говорят, ты ее не возьмешь. Руки за голову, голову на капот. Все дела. У Гарри Стоуна. Ну и Флоуэлис. 15-9. Акума. Шесть ма-пойнтов себе зарабатывает команда Акума. И, ну, один удачный раунд проведут. Он случится, может быть, не сейчас. Может быть, в следующий раунд. Может быть, через один, через два. Вот мы видим тактическую паузу для коллектива Гронт. Которые будут еще думать, как бы на этой карте задержаться подольше. Чтобы, может быть, разогреть себя к карте ДАС-2. И пристреляться к противнику. Ну, ладно. Это все дело такое. Мы смотрим телевизор в телевизоре сейчас? Ты, правильно, еще один телевизор смотри, где есть. Учись. Вау. До чего техника дошла, да? Их там и здесь показывают. Да, ну, опять же, ты правильно подметил, да, что всего один раунд пока что за атаку. И, как бы, потенциал, мы уже сказали, низкий. И это все наставляет определенный такой вот вес за команду Акума, что вот во второй половине у ребят дело пошло. И именно защита становится сейчас определяющей все-таки в этом матчапе. А с другой стороны мы с тобой прикидывали, а если граната начнут за атаку и разгониться будет довольно неплохо. Видимо, не получится. Да, поэтому взяли себе диффенс, что атака не совсем может быть готова для ребят, но какой-то план у них все-таки остается. Если бы плана не было, они бы и паузу не брали. Невероятно. Поэтому еще должны дать какой-то бой. Сенсей готов к тому, что будет подобный прыжок на боксы в центре. Разбивает еще и вентиляцию в ладере, чтобы немножко пошуметь, отвлечь внимание от своей точки. ФПС пытается выйти на аплэнд. Его пока никто не контролирует, но где-то очень близко враги. И жарки просто, да, работают как нужно. Два фрага остается до победы в этой карте команде Акума. Мало молдов от игроков в атаке, но шансов на победу в этом раунде у команды Гронт очень мало. Я в процентах не буду высчитывать. Это бесполезно, это не нужно. В какой-то момент команду Гронт просто переломили, друзья. Ну, Акума, знаешь, как будто прорвало. После чего-то 9... Ой, 8-5. Они взяли два подряд и просто пошли лупить противника. Отдав после момента с этим 8-5 только один единственный раунд команде Гронт. Шикарное командное взаимодействие за сторону защиты. Отличный перформанс от Сэнсэй. И в целом команда Акума сегодня смотрится так же, как и всегда. Да, вот индивидуально переезжая своего оппонента. Но опять же, что будет на второй карте, это еще большой вопрос. Я думаю, что наш аналитик разберут и первую, и вторую потом уже. Ну, давайте, парни. Да, действительно, спасибо, коллеги. Это была довольно простая карта для команды Акума. Свой собственный пик они забрали со счетом 16-9. И очередной ТМ у нас, дорогие друзья. Я не знаю, то ли мы прокляты, то ли еще что. Потому что близких матчей мы смотрим буквально по пальцам одной руки. Можно пересчитать, где плотные зарубы. Я понимаю, что вы сказали, что будет здесь 2-0 в пользу команды Акума. Я сказал ТБ, но что-то даже ТБ не было. Ну, вот. Но это, подожди, это еще пока первая карта. Это пока первая карта. Но по первой карте вот тоже важные моменты. Мне, кстати, очень понравилось. Мы реально как-то вот, ну, так, как будто оказалось, да, такой привкус вот аналитики до начала карты, как будто мы грондов закопали. На самом деле нет, конечно. То есть я тоже сказал, например, ТБ. И Саш сказал то, что команда хорошая, будут играть. И были реальные раунды, когда гронды в том числе, я сейчас пока про них, проводили раунды идеально. У них прямо реально получалось. Прямо они вот как встекали, так и разваливались Акума. Но и такие же раунды были у команды Акума. И на первой половине, и на второй. Сергис там вообще эйсик успел сделать. И так далее, и так далее. Сенсей шашлычки там с помидорчиками, с лучком успел сделать. И то, по-моему, и не один раз, если я правильно помню. И так далее, и так далее. И тут вот начинается вот эта вот история. То есть мы смотрим первую половину. Грунды показывают свою игру. Акума там, ну, камбэк от команды Грунда, грубо говоря. Акума начинает немножко подпроседать, что-то там буксовать. Вот это все. И два раунда под конец первой половины. Их не то, что даже подменили. Они такие, о, пацаны, разгоняемся просто с конца первой. На всю вторую половину вообще бесшансово вот так вот рубят просто. Не знаю, как огурцы команды Грунда. Грунда с этим вообще ничего не могут поделать. Фейдит в полном, типа, шоке и непонимании того, что происходит. Очень, ему очень тяжело далась эта карта. Фейдиту конкретно. Один из лучших игроков команды. Ни одного оружейного раунда команда Грунда не забрала. Саш, чем бы ты объяснил то, что команда Грунда взяла только один раунд? По сути, это был байп полторы тысячи с пистолетами. Слушай, ну, в целом все ожидаемо. То есть я примерно так и думал. В любом случае только первая половина здесь игралась. Игралась за счет чего? Игралась за счет того, что Грунда за сильную сторону. В целом. И опять же, друзья, очень важный момент вот скажу сейчас, потому что периодически частенько в последнее время стали писать мне ребята по поводу того, что я очень сильно как-то высказываюсь там или о том, что, грубо говоря, говорю свое мнение очень там максимально резко. Я говорю так, как считаю как бы, ну, в твоем плане правильным. То есть, грубо говоря, здесь я действительно считаю, что команда Акума намного сильнее Грунда. И не нужно там обижаться на то, что, не знаю, у Грундов там шансов нет или еще что-то. Ну, мое мнение таково. Мое мнение, что действительно здесь ребята переигрывают. И это было ровно вот на этой карте. Все, что было после свапа. Ребята просто поменялись сторонами. Грунды ушли за слабую сторону. И там уже шансов абсолютно никаких не было. Потому что Акума действительно командно, ну, просто переигрывают. Приемки на Б. Да, да, да. Про Сенсей ты просто сказал. Приемки на Б это просто жесть от команды Акума. То есть только-только атака идет от команды Грунд. Сенсей уже на Б. Сергица только что есть показали. Все уже на Б. Сенсей не дает не то, что выйти. Он вообще ничего не дает даже в окно показаться. Ну, вот вы говорили, что Демка вместе с Сенсейем будут уничтожать. И действительно, Сенсей в очередной раз на первом месте. Следом за ним идет Демка. У каждого 20 плюс фрагов. Ну и вот, собственно... Важный момент. Ну, мы просто вот так ему затронули. Я, кстати, по поводу Саши, вот он сказал, что он там резко высказывается. По-моему, мне тогда чат лучше не читать вообще. По-моему, я тут самый резкий за последние дни был. Не про чат в том-то истории, что есть ребята, которые... Ну, причем игроки конкретно пишут. Но я тогда твиттер вообще не буду читать, потому что, по-моему, я самый резкий за последние несколько дней. Ну, ладно. По поводу Грунт отдельно хочется сказать, что Саски просел на первой половине, хотя один из лучших игроков, ну, в смысле, хороших игроков команды Грунт, потом под вторую стал лучше играть. В принципе, лучше играть. Стоит об этом сказать. ППС был нереально хорош в команде Грунт. В смысле, нереально хорош. Еще раз про Фейдета, вообще пропал. Я не знаю почему, но ему не дали дышать, и сам он, ну, не дышал тоже. И вот вчера, как раз, когда Грунт играли конкретно против команды Na'Vi, наверное, лучший игрок в прошлом противостоянии был именно Фейдет. То есть я его точно на себя отметил. Здесь не было Фейдета конкретно вообще. Он, ну, просто не настреливал. Естественно, когда лучшего игрока команды, ну, в моем понимании, нету команды, то шансов вообще никаких здесь не было. Его задушили просто. Там не только не настреливал он, ему не давали играть. В большинстве случаев команда Акума. Ну, то ли совпадение. Ну, в смысле, то ли так получилось, то ли как бы так совпало. Но Фейдет что-то делал и отлетел. Что-то делал и отлетел как бы. И так постоянно, 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 постоянно. Уже дальше по игре можно было увидеть то, что если, когда он уже под последние раунды что-то делал, он уже прям супер аккуратно пытался это делать, лишь бы получилось. Так, ладно, дорогие друзья. С карты Мираж все предельно ясно. Здесь команда Акума без шансов переиграла. Но впереди, напомню, у нас Dust2. Это выбор команды Grunt. Но к ней мы вернемся буквально через 30 секунд после небольшой рекламной паузы.